Глаза не видят, а руки делают. В Шемкенте незрячий дворник больше 10 лет наводит порядок на городских улицах. Ему в радость заниматься озеленением, высаживать цветы и подметать улицы. Мужчина счастлив, что может собственными руками создавать красоту. Катерина Попкова познакомилась с тем, кто жизнь не видит, но чувствует. И в холод, и в дождь Нуртлёджан Алиев с метлой. Его рабочее место, дороги и обочина по улице Кремлевская. И никто из прохожих даже не догадывается, что этот трудолюбивый мужчина слепой. Одним глазом он видит лишь на 10%, другим не видит совсем. Нуртлёв с детства инвалид по зрению. Нуртлёджан Алиев дворником работает 17 лет. Так долго в этом коллективе мало кто задерживался. А он любит свою профессию, хотя бывает и нелегко. Самый тяжелый период в работе, признается мужчина, это зима. Я люблю свою работу, я хочу работать. Кто позаботится о моих детях, если я буду просто дома сидеть. А тут я забываю и о своих болезнях. Некогда болеть. Коллектив у нас здесь очень хороший. Найти более ответственного работника, чем Нуртлёв, сложно, рассказывает мастер бригады. А ведь немного компаний готовы рискнуть и взять в штат слепого сотрудника. Но Нуртлёв меньше всего хочет к себе особенного отношения. Он работает так же, как все. Он вообще-то ответственный человек, ответственный. Желательно, он не опаздывает на работу. И добросовестно выполняет свою обязанность всегда. Дома после сложного рабочего дня Нуртлёв встречают супруга и четверо детей. Пока семья ютится в небольшой комнате общежития. Мужчина признается, это его печалит больше всего. Он мечтает, что когда-нибудь у них будет собственная крыша над головой. Сейчас муж только работает. На его зарплату и живем. Трудно иногда, но детей надо растить, кормить. Если дома будем сидеть и жаловаться, кто будет помогать? Надо работать. Нуртлёв никогда не пугает своих детей профессией дворника. Наоборот, он гордится, что работает на страже чистоты. Хотя из-за нехватки кадров с каждым годом дворникам всё сложнее. Объём работы увеличивается. А ведь без этих людей городу просто не обойтись. Без них дворы и улицы уже давно превратились бы в свалки. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмаханбек Муратов, Шымкент, Хабар, 24.